День с толком QR-коды и ограниченная заполняемость. При каких условиях болельщикам могут открыть двери в спорт? День матери. В чем тонкости воспитания пятерых дочек? В Алтайском крае новый министр экономического развития. Им стал Анатолий Нагорнов. Его же накануне назначили и заместителем председателя правительства. Кандидатура Нагорнова была согласована депутатами АКЗС. Известно, что новый министр ранее работал в Барнаульском горысполкоме, Комитете администрации края по экономике, а также в Управлении экономики и инвестиций Алтайского края. А последние два года Анатолий Нагорнов исполнял обязанности министра экономического развития региона. Прокуратура Алтайского края начала проверку по информации о нехватке топлива в алтайских муниципалитетах. Это подтвердили в ведомстве. А между тем, к нам в редакцию обратились замерзающие жители Хабарского района. В конце прошлой недели министр ЖКХ края Иван Гелев на очередном совещании рапортовал, что сложности с поставками угля сейчас особо актуальны для Локтевского района. В остальных же ситуация стабилизировалась. Тем не менее, жители не только Локтевского, но и Хабарского муниципалитета рассказывают о том, как замерзают. Обогреватель масляный, это третий. Вот цветочки, которые все погибли, практически замерзли. У жителей Хабарского района, которые подключены к центральному отоплению, температура в домах и квартирах еле дотягивает до 16 градусов. Чтобы хоть как-то прогреть комнаты, люди включают сразу три обогревателя. Согреться таким дорогим способом они пытаются уже месяц, рассказывает житель Хабаров Анатолий Зуев. И в больнице должно быть тепло, и в поликлинике. Но в этом году сложилась ситуация такая не потому, а потому, что нет угля. Топили с перерывами, топят как попало. И сейчас, видимо, на подсосе на таком режиме работают. Если в три часа ночи уголь заканчивается на котельной, но она как бы ночью какая бы теплая ни была, но она же ночь. Ну двухэтажные, трехэтажные дома есть и двухквартирные дома есть, но холодно. Если раньше, рассказывают жители района, на спецплощадках был как минимум трехмесячный запас топлива, то практика последних лет говорит о том, что запасаются углем на 2-3 дня, а потом вновь ищут, где его приобрести. Добавим жалобы на то, что купить уголь не получается, ранее поступали от жителей Третьяковского и Рубцовского районов, а также Ярового и Олейска. К другим темам. Трое детей погибли в ДТП в Тольменском районе. Еще одна страшная авария на ЖД-путях произошла сегодня в обед. Водитель легковушки выехал на пути, когда уже загорелся запрещающий сигнал. Машинист снегоуборочного поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадало пять человек. Трое детей погибли на месте. Им было по 8 лет. Еще одного пассажира и женщину, которая была за рулем, госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что водитель – учительница общеобразовательной школы. Она решила подвезти школьников домой в село Луговое из Знаумова, так как им пришлось бы ждать полтора часа свой автобус. Об этом сообщают СМИ. Краевой следком возбудил уголовное дело по факту ДТП с гибелью. Также организована проверка по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно. На ситуацию отреагировал и губернатор края. Виктор Томенко поручил органам власти разобраться в обстоятельствах трагедии, оказать помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. В Барнауле прошла конференция рекотделения ОНФ. Общественники обсуждали исполнение президентских посланий и признались, что отставание происходит сразу по нескольким позициям. Каким и какие идеи предлагают в ОНФ, расскажем далее. Инициативы президента, высказанные почти год назад федеральному собранию, представителей ОНФ удовлетворяют. А вот исполнение части из них оставляет желать лучшего. Отставание, говорят общественники, сразу по нескольким позициям. Все, что связано с социально-экономическим развитием, у нас же предполагается плановое строительство, учреждения здравоохранения, образование, учреждения спорта. У нас идет дорожное строительство. Вы прекрасно понимаете, что в этих условиях достаточно сложно реализовать. У нас сегодня общая экономическая ситуация достаточно сложная. Однако причины, говорит Ирина Козлова, объективны. Основная из них – подорожание стройматериалов. Тем не менее, это не предопределяет долгое исполнение указов. Также участники ОНФ подготовили перечень собственных предложений для местной власти. Они разделены более чем на 10 тем. Там речи касаются завершения объекта богоустройства в городе Бийске. То есть определение ответственного лица хозяйствующего субъекта по парку юбилейного, который будет богоустраиваться в следующем году. Это вопросы перспективные в части, как я говорил, кадровой политики в системе здравоохранения. И вопроса перспективного по строительству инфекционного госпиталя. Обсудили и важность кадровой политики в медицине. По словам Ирины Козловой, качество помощи изменилось, но специалистов все еще не хватает в первичном звене оказания помощи. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Уголовное дело в отношении сына и жены бывшего вице-мэра Сергея Демина поступило в железнодорожный районный суд Барнаула. Напомним, в сентябре этого года экс-чиновника осудили на 9 лет строгого режима за взятки. Во время оглашения приговора его семья, супруга и сын не сдержали эмоций в отношении судьи, а после сотрудника правоохранительных органов. И сейчас они понесут свою ответственность. Так сыну бывшего чиновника может грозить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет, а супруге аналогичный штраф или арест на срок до полугода. Болельщики вернутся на трибуны. Министр спорта края Алексей Перфильев разрешил проводить спортивные мероприятия со зрителями. Для этого организаторам нужно обратиться в ведомство края с заявлением и обеспечить все меры профилактики коронавируса. Вход по QR-коду, заполняемость трибун до 500 человек, но не более 50% от вместимости площадки. К другим темам. Налоговая кампания подходит к завершению. До 1 декабря жители Алтайского края должны оплатить имущественные налоги. Со 2 числа за несвоевременную плату уже будут начислять пеню, поясняют специалисты Управления Федеральной налоговой службы. Всего за 2021 год имущественных налогов было начислено 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Больше 2 миллиардов от этой суммы по традиции владельцам автомобилей. Следом по общему объему идет налог на имущество, чуть больше миллиарда рублей. Остальное – земельные налоги. Почти 60% налогов жители Алтайского края уже оплатили. Специалисты Управления напомнили, как они уведомляют налогоплательщиков. Сформировано больше миллиона уведомлений. Они были направлены у нас непосредственно налогоплательщикам. Треть из них была выгружена в личные кабинеты налогоплательщиков. То есть это чуть больше 300 тысяч уведомлений. Соответственно, остальные направлены по почте. Общественники и неравнодушные барнаульцы начали обсуждать, как преобразится самый большой парк краевой столицы – юбилейный. Сейчас инициативная группа прорабатывает проект, по которому в следующем году в парке начнутся первые масштабные изменения. О возрождении юбилейного говорят давно, но именно в 2022 году начнутся реальные преображения. О так называемой точке невозврата расскажет Анастасия Наборщикова. Самый большой парк Барнаула – юбилейный. Уже 20 лет его территория как джунгли, существует сама по себе. История парка крашена в разные оттенки. В наше время здесь подвергались насилию десятки девушек. В 20 веке в парке хоронили японцев. Это памятник военнопленным японцам. Они работали в Барнауле на предприятиях и стройках. А еще Ту-104. Он тоже здесь был. В 80-х юбилейный – это центр притяжения всего потока района Малосемеек. Надеюсь, что остановят. Он такой у нас был хороший 40 лет назад. И асфальтовые дорожки, и качели, и карусели. Даже колесо обозрения было в моей молодости. Выделили прошлый год, но ничего сделали, ничего не сделали. В этом году в парке начались масштабные работы по возрождению. Из конкретных шагов – субботники. На перспективу проекта обновления. Через пять лет, а то и меньше, у юбилейного есть шанс выглядеть так. Почти 60 гектаров будут опоясывать дорожки для бегунов и велосипедистов. Появятся универсальные игровые площадки для райдеров, баскетболистов, волейболистов и теннисистов. Серьезное вложение – это миллионов по сто в год, лет пять. Плюс миллионов по 30-50 на текущее содержание. У нас бедный все-таки край. Откуда брать такие деньги? Поскольку земля не разграничена, такие деньги взять неоткуда, потому что парк не может принимать участие в федеральных программах. В этом случае что делать? В этом случае должна быть организация, юридическое лицо, которое будет официально управлять этой краевой собственностью. И тогда мы можем участвовать в федеральных программах. Знаете, в Томске есть своя аллея страха. В нашем юбилейном парке нечто подобное тоже можно сделать. Прямо за мной дерево. Смотрите, внизу сердечко, а сверху чертовы рога. Ну а если без шуток, в парке действительно страшновато. Повсюду растет клён. Его в планах хотят вырубить и вместо него посадить хвойные деревья. Среди неравнодушных Владислав Вакаев. Сегодня мужчина возрождает парк Изумрудный. Считают, что этот опыт запустит процесс в юбилейном быстрее. Но задача куда масштабнее. Создать в городе зелёные коридоры. Они свяжут между собой все места отдыха. Когда мы заходили в Изумрудный, знаете, тоже был такой шок, господи, как всё запущено. Но есть русская хорошая пословица – глаза боятся, а руки делают. Поэтому я думаю, что если будет поддержка краевых и городских властей в этом вопросе, а мы её чувствуем, мы в Изумрудном её прекрасно чувствуем, потому что идёт зелёный свет по всем направлениям. По юбилейному мы тоже увидели. Вообще зелёный каркас, он состоит как раз из разных парков и скверов. Между ними есть зелёные коридоры, благодаря которым вы можете попасть из одной точки и другую. И, соответственно, отсюда вы сможете по этим зелёным коридорам, в перспективе, если они будут развиваться, попасть и в центральную часть города и не заметить, что вы находитесь на агрессивной среде города. В 22-м по программе благоустройства юбилейный получит около 80 миллионов рублей. Что станет первым в списке работ, пока не ясно, но активисты уверены – теперь назад дороги нет. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. В минувшее воскресенье в России отмечали праздник День матери. Наша съёмочная группа побывала в одной из барнаульских многодетных семей. Как справляться с трудностями, оставаться активной в социальной жизни и в чём секрет большой дружной семьи – в сюжете Софии Яценко. Я их собирала для дальнейшей своей работы. Грамоты, дипломы, кубки по образованию Галина – хореограф. В студенчестве мечтала построить танцевальную карьеру, но жизнь внесла свои, как оказалось, приятные коррективы. Когда ещё в школе училась студенткой, думаю, ну, будет один ребёнок, у меня достаточно будет карьеру, сейчас все строят. А потом муж хороший у меня. Встретила хорошего мужчину. И родила пятерых девчонок. Первую в 25, пятую – три месяца назад. Конечно, мы хотели бы, чтобы среди девочек были и мальчики. Ну, получилось, что вот все девочки. В общем-то, хорошо, весело, девчонки хорошие, развитые, красавицы, умницы. Николай сам вырос в семье с тремя детьми. Считает, что много детей – это правильно. Галина с мужем согласна, хотя признаёт – жизнь круто поменялась. Первый год – они всегда тяжёлые. Вот у меня даже три годика и три месяца. Разница вроде бы нормальная, не такая маленькая. Но всё равно тяжеловато в плане одеть двоих ребятишек одновременно, накормить. Или, например, тяжело сама, когда болеют. Но временные трудности забываются, когда мама видит, как растут её принцессы. Все девочки разные. Кто-то шьёт игрушки, кто-то танцует, рисует, играет на музыкальных инструментах, пишет стихи, поёт. Концерты организуют часто, репертуар выбирают исполнители. Как справляться с характерными маленькими женщинами? У мамы Галины есть секрет. Составлять чёткий план на день и игры, кто вперёд оденется или кто быстрее уберёт игрушки. Но и маме забот хватает. Но зато весело. Никогда не сидишь, не скучаешь. Всегда ты чем-то занят. Кстати, Галина настолько увлеклась, что участвует в благотворительности, помогает и другим многодетным мамам, советам, вещами, даже юридической помощью. Так как много детей, большая семья, они понимают, что это такое. И они прекрасно понимают другого. И помощь приходит мгновенно. О несбывшейся карьере Галина не жалеет. Свои знания передаёт детям. Смотришь и любуешься. Вот эти вот плоды, они настолько приятные. Они все трудности забываются. И всё это проходит то, что не так легко. А смотришь на ребёнка и любуешься. То есть, что это твоё дитя, и оно пришло в мир. Я не пугаю, не волны, не ветер. Мы будем в единственной маме на свете. Мы будем в сквозь волны и ветер. Как единственной маме на свете. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. Тёплые воспоминания, громкие аплодисменты и многочисленные пожелания. 27 ноября свой вековой юбилей отметил Краевой театр драмы. Каким помнят театр его ветераны и как оценивают драму критики и коллеги из других городов России в сюжете Софии Яценко. Сто лет для зрителя. Дата большая. Для театра это скорее юность. К первому вековому юбилею готовились долго и тщательно. Весь год театр на зависть был богат разнообразными спектаклями. Это, конечно, очень трогательно, волнительно. Мы, когда 90-95 лет отмечали, многие актёры говорили, да, я до столетия не доживу сегодня, слава Богу, многие из них живы. И это, конечно, большое счастье. За эти годы, отмечает старшее поколение, драмтеатр успел измениться до неузнаваемости. И для ветеранов этой сцены такой праздник и ещё один повод вспомнить и свою театральную жизнь. Время было чудное, прекрасное. Для нас оно было просто потрясающе, великолепное. Мы были молоды, мы были энергичные, здоровые. У нас были потрясающие спектакли, у нас труппа была потрясающе прекрасная. У нас был живой оркестр. Михаил Филович Стариков руководил. Все сказки шли под музыку настоящую, живую. Разные этапы бывают у театров. И взлёты, и падения. Но театр у нас всегда был и занимал достойное место вообще в театральной среде. Не только здесь, на Алтае, но и в Сибири, и за его пределами в России. Поэтому целая плеяда актёров сменяла тех вот аксакалов, которые были. Молодёжь постоянно выполнялась. И мы здесь готовили кадры. Мало какой-то театр может похвастаться таким количеством интересной, яркой, оснащённой молодёжи. Просто это действительно так. Как-то удалось в Михайловне собрать вот такую очень мощную, крепкую, разнообразную, сильную молодую команду. При том, что и ветераны, да, так подстать. То есть очень, мне кажется, сейчас гармоничная труппа. Поздравить драму и насладиться праздничной программой пришли разные гости. С трёх лет знакомый, потому что ещё папа, получая контрамарку в театре, брал меня, маму, садил меня на колени. И я не понимаю ещё, что к чему, влюбилась в театр. И так было на протяжении всей жизни. Артистам вручили грамоты, медали и почётные звания. Наш театр, дорогие друзья, сегодня в тройке лучших театров региональных. В ближайшее время во всероссийском конкурсе будут подведены итоги. Может быть, нам суждено и там стать одними из лучших. Это как раз конкурс зрительских симпатий. Мы очень тесно связаны, постоянно общаемся, следим за работами, вообще за жизнью труппы этого театра. Они большие молодцы, у них очень большой прогресс пошёл. То есть это театр, который знают в мировом сообществе театральном. Театр, конечно, сегодня это поиск. Поиск новых тем, новых названий, новых ходов, новых проектов, новых поворотов. Мне кажется, что этот поиск сегодня происходит, дай Бог, чтобы он происходил и дальше. Главное, это не останавливается на достигнутом. Чтобы были у нас и так очень хорошие актёры, чтобы были прекрасные актёрские работы, чтобы процветал наш театр, и чтобы он был самый лучший. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. Эти выходные выдались довольно жаркими. В Екатеринбурге и Челябинске продолжаются встречи чемпионата России по мини-футболу. Барнаульская команда «Алтполитех» уступила местному «Зику» 2-3. После чего наши игроки разместились на 13-й позиции из 14-ти. Два своих матча проиграли и волейболисты университета. В первой встрече Новокуйбышевская «Нова» выиграла уверенно 3-0. Во второй у гостей возникли проблемы. Подопечные Ивана Воронкова дали бой, но в дополнительной партии лучше были гости 3-2. А в набережных Челнах хоккеисты «Динамо Алтай» проводят серию игр против местной команды. Там наши дела идут лучше. Два матча, две победы. Сегодня команды играют свой третий матч. А на этом у меня всё. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok